Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии в студии Марины Симоновой. Смотрите в этом выпуске. Большая генеральная уборка в республике. Начинаются субботники, где ждут добровольцев. Победить ковид в 99 лет. Жительница Ижевска смогла излечиться от опасного вируса, несмотря на преклонный возраст. Где прячутся Удмурты? Молодые ижевские художники организовали выставку с интригующим названием. В Удмуртии начались генеральные уборки. Столица республики свой первый общегородской субботник собирается провести в эти выходные. Впрочем, коммунальные службы уже приводят в порядок после зимы городские улицы. Помогают и волонтеры. Наталья Байгозина расскажет. Улица Пушкинская, Центральная, Выжевский. Генеральную уборку здесь начали в первую очередь. На этом участке работает мобильная бригада рабочих из семи человек. Они красят ограждения, убирают смёд и моют остановочные комплексы. Остановочные комплексы моются водой. Дополнительно применяются чистящие средства для стирания всяких надписей. Приоритеты, естественно, это надписи всяких наркоманов и так далее. Ежедневно проводят контроль инженера технического надзора. Бывают где-то какие-то недочёты. Бывают такие ситуации, что прошла бригада, всё убрала и тут же рядом на мусоре. Все недочёты указываются в предписаниях. Предписания направляются дорожникам. Всего по городу на борьбу с мусором и зимней грязью выходит порядка 20 подобных мобильных бригад. В помощь ручному труду спецтехника. В день на улице Ижевска выходит 65 единиц. 35 машин сменяет их в ночную смену. Ночные работы – это практически такие же работы, в более меньшем порядке. И в тех местах, где сложно работать днём, где очень загруженные улицы, где будет создавать помеху технике, там мы отрабатываем ночь. А это главный корпус Ижевского оружейного завода. Его территорию очищают от нерастающего снега волонтёры. Как и в году прошлом, они под руководством сотрудников Национального музея приводят в порядок. Это историческое и важное для города место. Как нам только сказал директор, что нужно помочь оружейному заводу, ну вот парни наши сразу же согласились, и мы приехали вот сюда. С набережной было как-то даже видно получше. Да и на картинках мы смотрели, выглядел как-то завод лучше. А когда пересекли уже КПП, можно так сказать, это, конечно, кошмар. Я вижу завод изнутри, вот в таком он состоянии. Работу над благоустройством главного корпуса Ижевского оружейного завода продолжат летом. Волонтёры будут убирать молодую поросль и скопившийся мусор внутри объекта. На помощь волонтёров надеется и город. Активистов приглашают на уборку памятников. 19 апреля генеральная уборка пройдёт в музее Ижевска, 22-го на Северном кладбище, а 23-го в сквере у кинотеатра «Дружба», где установлен памятник в честь 174-го отдельного противотанкового арт-дивизиона имени комсомола Удмуртии. Всем необходимым инвентарём и средствами индивидуальной защиты волонтёров обеспечат городские коммунальные службы. Наталья Байгозина, Юрий Егоров, Новости. Расследование уголовного дела по факту отравления детей в бассейне теперь на личном контроле руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Напомню, 13 апреля 8 детей после посещения частного бассейна, расположенного в Октябрьском районе Ижевска, оказались в больнице. Медики диагностировали у всех отравление парами хлора. На сегодня все дети уже выписаны. Проверку проводит и прокуратура. Ведомству предстоит установить, имел ли право владелец бассейна заниматься предпринимательской деятельностью. В Удмурте сегодня стартовал прием заявок на участие в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Финансирование в этом году обеих программ составит более 120 миллионов рублей. Участвовать в ней могут врачи, фельдшеры, а с этого года – акушерки, медицинские сестры. Медработники, которые согласятся переехать в сельскую местность, получат подъемные в размере от 750 тысяч до полутора миллионов рублей. В Минздраве рассчитывают привлечь в этом году на село 36 специалистов. Все подробности программы на сайте Министерства. И по данным регионального Минздрава, за минувшие сутки было выявлено более 60 новых случаев заражения ковид. Всего с начала пандемии в республике переболело около 32 тысяч человек. Более 28 тысяч уже выздоровели, в их числе и живчанка Татьяна Елабужская. Победить вирус она смогла в 99 лет, за что очень благодарна медикам. Мам, как у тебя сейчас? Голова болит? В данный момент нет. Ну, слава богу. У нас вообще после коронавируса стала голова болеть часто. Татьяна Алексеевна ковидом заболела в ноябре. Но свой страх и риск. Родные отказались от госпитализации. Из-за возраста маме нужен особый уход, объясняет дочь. Лечились дома, но под строгим контролем участкового терапевта. Лечили по методике инфекционной больницы самых тяжелых больных. То есть вот это антибиотики, это предмезолоны. Ну, в общем, вот вся вот эта вот схема, которая как бы работала. Ну, первая волна у нас закончилась как бы. Два дня она вообще была вот в бреду и с температурой и со всем. Ну, а потом, ну, как бы так вот постепенно выходили. Лечение длилось почти полтора месяца. Врачи сотворили настоящее чудо, говорит Татьяна Алексеевна, подарив ей возможность жить дальше. 7 января ей исполнилось 99 лет. Наши, конечно, врачи мужественные люди. Потому что каждый из врачей, подходя к палате больного, не знает, что она откроет. Или смерть, или будет лечить больного. Потому что такое время было, что умирание идет моментально. Так что тут я в ножки покручилась бы врачам. Я пришел вас поблагодарить за то, что вы испытали нашу маму от коронавируса, не дали ей умереть, вылечили. Большое вам спасибо. Елена Агафонова медакадемию окончила всего полтора года назад. Но несмотря на молодость, грамотный и внимательный специалист. Так отзываются о ней пациенты. Загруженность, как и у всех терапевтов, огромная. Особенно сложно было осенью. Тогда у второй городской больницы ежедневно выявляли до 60 ковид-пациентов. Все пожилые люди старше 65 лет, они под наблюдением, под тщательным. То есть у них у всех есть номера телефонов, те, которые болеют коронавирусной инфекцией наши. Всегда могут позвонить в любой момент. В ухудшении состояния всегда принимаем меры. Мы постараемся принимать вовремя меры и назначать адекватное лечение. Конечно, в осенний период, когда пошел высокий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, врачи работали на износ. Было по 100-150 вызовов в день. Всех пациентов надо было осмотреть, со всеми переговорить. У пациентов была паника. Они многие не знали, что делать. И, конечно, врачи работали с утра и до ночи. Сегодня заболевших коронавирусом значительно меньше. Но врачи очень просят не расслабляться и не забывать о мерах профилактики. Светлана Буланова, Илья Дериндяев. Новости. В республике сегодня вспоминают еще одного прославленного врача Акилину Векшину. Родилась в конце 19 века в Елабургском уезде. Была участницей Великой Отечественной войны. После мобилизации работала врачом в Волнашской районной больнице. Но помнит ее в первую очередь как первую удмуртскую поэтессу Ашальчи Аки. Ашальчи Аки, кроме того, что была поэтессой, я думаю, что для нее, для самой, очень важно было в первую очередь то, что она была врачом. Врачом, который спасал людей, спасал их здоровье. Сегодня на конференции вручили и национальную литературную премию имени Ашальчи Аки. Она была учреждена 26 лет назад. За это время лауреатами стали 50 женщин-удмуртии. Госдума защитит права должников. Депутаты в первом чтении приняли закон, который запретит списывать при взыскании минимальный гарантированный доход. Об этом представитель Удмуртии в Госдуме страны Андрей Исаев рассказал на встрече с ветеранами. В планах парламента в ближайшее время принять и закон, который освободит коммунальные платежи от банковской комиссии. Но пока законодатели испытывают сильное сопротивление со стороны финансовых организаций. Хотя они выигрывают только от того, что люди являются их клиентами и держат деньги на счетах. Проведен уверенно этот закон до конца и синие сессии, не будет взиматься плата за обслуживание банком. Потому что это обязательный платеж, как налог. Человек никуда от этого деться не может. И еще одна новость, которую депутат озвучил во время встречи с ветеранами. Ижевск в ближайшее время получит от Москвы троллейбусы. Они не новые, но в хорошем состоянии. Столица передает регионам технику в связи с переходом на электробусы. А в Удмуртии сегодня подводили промежуточные итоги реализации нацпроекта «Производительность труда». В нем участвуют 56 наших предприятий. Какие показатели им удалось улучшить, знает Дмитрий Вороновнин. Токарь с 30-летним стажем Александр Куласовец вспоминает, еще пару лет назад работа за станком не приносила ему такого удовольствия, как сейчас. Порядка в цехе не хватало. Полгода назад предприятие стало участником национального проекта «Производительность труда». Принципы бережливого производства внедрили здесь удачно. Сколько это все вам помогает теперь? Ну так тогда очень помогает. Время меньше теряется просто. А за счет чего все это? Вот у меня все в шаговой доступности, если грубо сказать. Вот у меня резет лежит, вот рулетка, все здесь как надо. Больше порядка стало. Вот у нас детали, например, стоят, они не как раньше было раскидано, а сейчас они на месте лежат. Мастера за этим смотрят, начальство смотрит. За полгода участия в НАСПроекте предприятию совместно с экспертами Федерального центра компетенции удалось в два раза увеличить выпуск продукции. Во многом за счет того, что на 48% сократили время производства важных комплектующих заготовок. Сам этап участия в национальном проекте, он стал катализатором определенным. То есть помимо самих вот этих методик внедрения, внедренных методик работы, еще и какой-то запал, так сказать, у своих сотрудников, он же остается и развивается. То есть люди, видя, что предприятие участвует в национальном проекте, так или иначе на всех уровнях подстегиваются. Сейчас на предприятии планируют масштабировать полученный опыт и на другие участки производства. И к 2024 году повысить производительность труда на 30%. Такие же задачи стоят и перед другими предприятиями республики, участвующих в НАСПроекте производительность труда. А их в Удмуртии более полусотни. Все остальные предприятия по результатам проекта показали достижение целей. Главная цель, сегодня уже озвучивали, это в течение трех лет показывать прирост производительности по отношению к базовому году. Первый год 10%, второй год 15%, третий год 30%. По итогам прошлого года Удмуртия заняла первое место в стране по реализации НАСПроекта производительность труда. Республика на 100% выполнила план по внедрению принципов бережливого производства на предприятиях. Дмитрий Вороновнин, Юрий Дроздов, Новости. Школа фермера сегодня вручила дипломы первому набору слушателей. Проект федеральный, в нем участвуют 15 регионов страны. В Удмуртии обучение прошли 27 человек. Это и начинающие фермеры, и уже опытные. На протяжении трех месяцев они слушали лекции, проходили практику. Все обучение было для них бесплатным. Все это обучение было направлено по двум специализациям. Это ремесное сыроделие и мясное скотоводство. Я полагаю, что у всех все получилось, все цели были достигнуты. Но как минимум мы получили знания и как максимум мы получили навыки. Поэтому проект, мне кажется, удался. Вице-премьер также отметила, что у всех выпускников школы фермера есть возможность получить и грантовую помощь на развитие собственного дела. Понижение температуры в ближайшие дни прогнозируют синоптики. До минус 5 градусов похолодает уже в эту ночь на субботу. Но днем будут комфортные плюс 15 градусов, в воскресенье 12. Всех, кто собирается отдохнуть в эти выходные на природе, врачи предупреждают, клещи проснулись. Восемь человек уже пострадали от укусов. Один житель Можге, остальные ежевчане. Принимать клещей на анализы вирусологические лаборатории будут только в будни. На особый режим перейдут с 1 мая. Тогда прием будет осуществляться в выходные и праздничные дни. Где прячутся у Дмурты? Выставку с таким интригующим названием подготовили ежевские художники. Авторов у экспозиции два. И у каждого нашелся свой творческий ответ. У вас что-нибудь чистая шеф-пора? Да, просто шкаф. Этот старый советский шкаф чудья жене привез из дома. Поначалу хотел от него избавиться. Но решение поменял. Шкаф стал одним из центральных экспонатов экспозиции, где прячутся у Дмурты. Пространство в пространстве, которое к тому же постоянно меняется. У него на открытии был такой вид. Первую неделю он будет пока таким же. А потом, может, он поменяется. Я буду приходить пару раз в неделю и его доделывать. Или там что-то резать, может быть, что-то рисовать. Соавтор выставки Анна Образцова. И у нее свой ответ на вопрос, где прячутся у Дмурты. Конечно же, в природе. А проводник в этот мир – женщина. Это можно увидеть, например, на этой картине с символичным названием «Вместе». Мы решили, что через образы, которые нам близки, мы покажем именно такую менталитетную черту, интровертность, несколько закрытость, наблюдательность. То, что, в принципе, природе тоже соответствует. Вопрос, где прячутся у Дмурты, говорят авторы выставки, открытый. И каждый может найти здесь свой ответ. Елена Керн, Вероника Ваулина, Юрий Зелененький. Новости. И у меня на этом все. Хороших выходных. Оставайтесь на нашем канале.